Советская пропаганда сделала этого монстра символом победы. Привет, друзья! На этом канале еще в 2021 году было размещено видео «Георгий Жуков – мясник победы. Правда о маршале-монстре». Народный маршал был далек от того идеального образа, который ему рисуют в российской истории и пропаганде. Причем, если вы уже наслышаны о сомнительных заслугах Георгия Жукова, знайте, на самом деле все было еще значительно хуже. Об этом и было рассказано в видео, которое набрало с момента публикации почти миллион просмотров. И, очевидно, эта работа затронула чьи-то нежные скрепные души внутри России, после чего на электронную почту канала пришло уведомление от Роскомнадзора с информацией о том, что видео запрещено, и требованием удалить его с платформы YouTube. Роскомнадзор считает, что в ролике размещена информация, содержащая явное неуважение к обществу, а также ставящую под сомнение роль советского народа в окончательной победе над фашистской Германией, в частности, роль в войне маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича. Эта информация признана запрещенной на территории РФ. По этому поводу даже есть соответствующее решение суда, Маршанского районного суда Тамбовской области. Крепко же задело россиян это видео, которое не содержит ничего, кроме исторической правды, подтвержденной документальными источниками. А все мы знаем, что в России, как огня, всегда боялись правды, ведь она столетиями мешала и мешает сейчас московским правителям держать российский народ в глубоком невежестве и рабской покорности. Однако на жалкой потуге Роскомнадзора цензурировать Ютуб можно было бы и не обращать внимания. Хотя, если честно, такое внимание со стороны российских регуляторов льстит. Это своеобразная оценка правильности выбранного каналом курса – показывать ложь российской пропаганды. Впрочем, жалко, что видео про маршала Монстра Жукова все же заблокировали на территории Российской Федерации. Уж больно крамольным оно оказалось для российской мифологии о Победобесе. С целью еще раз ткнуть носом россиян вправду про Георгия Жукова, мясника Победы, было принято решение перезалить это видео на канал, а также, чтобы и все остальные, кто по каким-то причинам пропустил это видео на просторах Ютуб, смогли бы его лицезреть. Видео начнется через несколько секунд. А вначале просьба подписаться на этот канал, поставить лайк и оставить комментарий. Так вы поможете продвижению видео алгоритмами Ютуб. Поддерживайте автора на платформе BuyMeCoffee или Patreon, а также пользуйтесь функцией Ютуба-спонсорства. Итак, Георгий Жуков – мясник Победы. Правда о маршале-монстре. Снимаем видео с паузы. Народный маршал был патологически жесток, чрезвычайно высокомерен и изуверски относился к собственным солдатам. Если вы уже наслышаны о сомнительных заслугах Жукова Георгия Константиновича, знайте, на самом деле все было еще значительно хуже. И об этом в сегодняшнем видео. Маршалу Жукову ставят в России памятники, в его честь учреждают ордена и медали, а также объявляют величайшим полководцем Второй мировой войны. Это странно, ведь Жуков несет личную ответственность за неготовность Красной Армии к началу войны с нацистской Германией, что привело к жуткой трагедии в мировой военной практике. В окружении Сталина наиболее здравомыслящим считался маршал Василевский, который планировал и руководил большинством военно-стратегических операций с 1942 по 1945 годы. Маршала Жукова запомнили на фронте по его жуткой матерщине и расстрелам военнослужащих. Солдаты, к которым он относился не иначе, как к расходному материалу, называли его «мясник». Однако свидетели секты Победа Бесия предпочитают не считать, сколько солдат зазря положил Жуков в свою и чужую землю. Мол, был строг, но справедлив. Не щадил других, но не щадил и себя. И был истинным страдальцем за правду, испытав две незаслуженные опалы. При Сталине в 46-м и при Хрущеве в 57-м. Партийные вожди, дескать, не могли долго терпеть рядом с собой независимо мыслящего и решительного маршала, якобы отстаивавшего перед властителями подлинные интересы народа. Однако любые попытки каким-то образом оправдать личность маршала разбиваются об один только документ, вышедший из-под пера Жукова в его бытность командующим Ленинградским фронтом. Это шифрограмма номер 4976 от 28 сентября 1941 года. Разъяснить всему личному составу, что все семьи сдавшихся врагу будут расстреляны, и по возвращении из плена они также будут все расстреляны. На основе этой шифрограммы Жукова начальник политического управления Балтфлота издал директиву номер 110С, в которой указал «Разъяснить всему личному составу кораблей и частей, что все семьи краснофлотцев, красноармейцев и командиров, перешедших на сторону врага, сдавшихся в плен врагу, будут немедленно расстреливаться, как семьи предателей и изменников родины, а также будут расстреливаться и все перебежавшие, сдавшиеся в плен врагу по их возвращении из плена». Достоянием широкой общественности директива на основе шифрограммы Жукова стала благодаря официальному письму начальника главного политуправления флота Ивана Рогова, секретарю ЦК ВКПБ Георгию Маленкову. В этом документе Рогов пишет о том, что шифрограмма Жукова противоречит указаниям сталинского приказа номер 270. Однако какие-либо резолюции на письме отсутствуют, кроме того, что Маленков ознакомился с текстом. Стоит сказать, что в России до сих пор многие архивные документы засекречены, потому что считается, что их раскрытие нанесет вред государственным интересам. Именно поэтому оригинал директивы наглухо спрятан в секретных архивах и никогда не был обнародован. Однако письмо с приведенными текстами интересующих нас документов существуют в открытом доступе и является несомненным доказательством подлинности того, что Жуковский-людоедский приказ предусматривал расстрел невинных женщин и детей, вплоть до грудных младенцев. Еще одним доказательством того, что подобное изуверство имело место быть, является один интересный документ. Протокол допроса командующего 2-й ударной армией генерал-лейтенанта Власова в штабе 18-й армии от 15 июля 1942 года. И там, среди прочего, генерал сообщает немцам, что семьи перебежчиков, как правило, больше не расстреливаются, за исключением семей перебежавших командиров. Текст протокола приведен в официальном российском двухтомном научном издании «Генерал Власов. История предательства», изданном в Москве в 2015 году, том 1-й, страница 90. То есть получается, что как минимум год точно, с середины 1941 по середину 1942 по приказу Жукова полностью истреблялись семьи взятых в плен красноармейцев. Старики, женщины, дети. Вдумайтесь в это. Конечно же, теперь понятно, почему большинство документов Второй мировой покоятся в России в закрытых архивах. А иначе бы российское общество содрогнулось от того, каким людоедам они ставят памятники и каких нелюдей считают своими героями. В сравнении с этим приказом Жукова воспоминания о том, что он бил морды генералам и полковникам или как чуть не устроил перестрелку на заседании военного совета, смотрятся как детские шалости. Сталинский приказ номер 270, вышедший месяцем ранее, был гораздо милосерднее. Семь издавшихся в плен красноармейцев он предписывал только лишать государственного пособия. Получается, что народный полководец Жуков в своей жестокости был готов превзойти отца народов. Кажется, что у него это получилось. Во время обороны Москвы в ноябре 1941 года Георгий Жуков отдавал начальникам штабов армии приказы лично выезжать на фронт и там самолично и твердой рукой проводить массовые расстрелы личного состава Красной Армии. А уж с тем, что Жуков положил солдат больше, чем любой другой военачальник в мире, не спорят, кажется, даже его апологеты. Тут и поражение Юго-Западного фронта в первые дни войны, и кровопролитные и безуспешные атаки Западного фронта на Ржевско-Вяземский плацдарм в 1942 году, и берлинская операция, когда Жуков спешил захватить столицу Третьего Рейха раньше союзников, ценою огромных, бессмысленных потерь. Я не буду в который раз повторять о том, как этот гениальный в кавычках полководец разминировал минные поля с помощью пехоты, отправляя красноармейцев прямо на мины, на верную погибель. Жуков цинично называл это сопутствующими потерями, и без зазрения совести хвастался своим методом разминирования перед американскими генералами. Вы наверняка слышали эту людоедскую историю, поэтому детализировать ее не имеет смысла. Еще один подвиг народного маршала – банальное мародерство. Жукова даже хотели судить за вывезенные, награбленные у гражданского населения поверженной Германии ценности и сокровища искусства. В объяснительном письме маршал просил Сталина не наказывать его строго и выдавал награбленное за добровольные подарки благодарных немцев. Другая также известная история – когда Жуков послал десятки тысяч людей на верную смерть во время испытаний ядерного оружия на засекреченном тогда Тотском полигоне. Точное число погибших от последствий влияния радиации в результате испытаний до сих пор не сообщается. Под сенью ядерного гриба оказались 45 тысяч военнослужащих разных родов войск. Что касается жителей деревень, ближайших к полигону, то перед бомбометанием они были вместе с домашним скотом временно эвакуированы и укрывались за холмами. Остальных же просто предупредили, что не возымело никакого действия. Люди, наоборот, забрались на крыши и стали наблюдать за развитием событий через закопченные стекла. Известно, что в зоне Тотского радиоактивного следа за 50 лет рождаемость снизилась почти в 3 раза. Число врожденных аномалий увеличилось на 60%. В 7 раз увеличилась заболеваемость лимфатической и кровотворной систем. В разы увеличились другие виды патологий. Вспомним, что первый свой орден в Красной Армии Жуков получил за чисто карательную операцию подавление крестьянского восстания на Тамбовщине в 1921 году. Тогда он командовал эскадроном. А последней, четвертой золотой звезды Героя Советского Союза, маршал, уже в должности министра обороны, удостоился в декабре 1956 года. Не только в связи с 60-летием, но и за жестокое подавление антикоммунистического восстания венгерского народа. Наверное, символично, что свою карьеру Жуков начал и кончил как каратель. Впрочем, в российской истории это далеко не уникальный случай, когда из негодяя и тирана делают национального героя и всенародный фетиш. Монстрам и людоедам в этой империи зла поклонялись издавна и будут поклоняться еще долго. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на платформе BuyMeCoffee и Patreon, где вас ждут дополнительные видео и ролики до официальных премьер. Пользуйтесь функцией YouTube-спонсорства. Кнопка «Спонсировать» есть под каждым видео и на главной странице канала. Обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!